Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок по безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем с вами обсуждать свето-возвращающие элементы. Теперь уроки по безопасности дорожного движения проходят именно так. По одну сторону экрана сотрудник госавтоинспекции, по другую – школьники. Связано это с ограничительными мерами. Раз сотрудник ГИБДД не может посетить сразу несколько классов, то обучение перешло в онлайн-формат. Сегодня учащимся рассказывают про свето-возвращающие элементы. Тема была выбрана не случайно. С наступлением осени количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов значительно возрастает. Поздний рассвет, ранние сумерки, осадки в виде снега либо дождя значительно ухудшает видимость на дороге для водителя. Поэтому для того, чтобы пешеход был заметен на дороге, ему необходимо использовать свето-возвращающие элементы. Те дорожно-транспортные происшествия, которые происходят в темное время суток, конечно же, имеют более серьезные последствия. Эта акция называется «Засветись». В ней принимают участие все образовательные организации города, детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. По окончанию лекции учащимся раздают свето-возвращающие элементы, которые рекомендуется прикрепить на одежду. Потому что даже самую маленькую наклейку можно разглядеть в темное время суток со 150 метров. И это только при ближнем свете фар, а при дальнем – с 300 или 400. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.